Всем привет! Ну что, нахожусь я с вами сегодня в Феодосии. Решила пройтись по ночной Феодосии, прогуляться по набережной, глянуть, что здесь сейчас за обстановка происходит в самом городе. Но на набережной еще мы не дошли, а находимся перед площадью, около железнодорожного вокзала. Люди есть, людей ходит достаточно много. Хоть уже сегодня, кстати говоря, 1 октября. Сегодня день пожилых людей. Их не праздник. Так что всех людей почтенного возраста я поздравляю с праздником. Ну что, отправляемся в нашу вечернюю прогулку по городу. Ночная в Феодосии. Кафе «Антресоль» около магазина «Олива». В этом, на Морс-саду. Гляньте, какую красоту здесь они сделали. Установили вот таких акторов, артистов, дудящих на разных инструментах музыкальных. Гляньте, какая красота. Там народ, а там даже и собакен изучает черепашек. Ну, сейчас мы тоже с вами подойдем, посмотрим. А пока мы любуемся вот этой красотой. Вот такая у нас ночная Феодосия. Кафе «Антресоль» Так что, конечно. Как я и сказала, такой бастынь, его почистили, но говорят, еще не надо чистить, завтра будут чистить. И тут черепахи, сколько их тут штук, и маленькие, и большие, у них уже выводок, черепах был, гляньте их, раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, восемь, а то и девять, я там не помню, восемь черепашек на такой водоем, гляньте, какие красоты. А еще здесь установили новую экспозицию, наверное, это будет тоже какой-то фонтанчик, кованая скульптура, листья, камыши и черепахи. Ой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пройтись по ночной Феодосии, посмотреть обстановку в городе. И первое, что я увидела на Марсаде, вот такой замечательный уголок сделали возле кафе Мтресоль. Его оборудовали, его реставрировали, поставили новые фигуры, сделали новый фонтан. Черепашки у них размножились, бассейник почистили. Красотища! А мы с вами продолжаем свое путешествие по скверу Горького. Это аллея десантников. Здесь монумент погибшим десантникам, которые участвовали в освобождении Феодосии от фашистов. Ихние бюсты. Это аллея памяти феодосийскому десанту. На улице темно, хоть еще даже нету 6 часов вечера. Не знаю, темно из-за того, что рано темнеет, или что пытается все-таки собраться еще дождик. Так рано потемнело. Ну, а мы с вами продолжаем наше путешествие по безлюдным улицам Феодосийского парка в центре парка Горького. Ну что, находимся в железнодорожной площади. Здесь устанавливаем баннер. Сердечко. Я люблю Феодосию. Открылась новая кофейная птичка. Ну, также остался кафетерий. И, видно, как ты беля с коньяками. Он так и был. Просто его модернизировали. Дальше находится наш старый дом культуры, который тут уже много лет. Около него установили флаги российские. Посмотрите. Просто красота. Дом культуры приветствует своих граждан феодосийцев. Ну, здесь кафе, конечно, еще работает. Здесь они остаются работать круглый год. Посмотрите. Ну, как бы ни была широкая площадь, люди здесь все равно входят и встречаются. Даже так более-менее площадь заполнена. Отдыхающие уехали еще не все. Кафе Грин работает. Видите, Гринская косметика. Люди гуляют. Уличное кафе, которое на берегу прямо все работает. Сейчас мы подходим с вами к нашему кровическому музею. Проходим гостиницу «Астория». Ее реставрировали весь год. Не знаем, когда ее запустят. Там новые, вроде бы, хозяева или арендаторы. На велосипедах люди катаются. Собакены пешком ходят. Ну что, продолжаем. Ну что, гуляем по набережной. Конечно, тут темновато. Фонари, говорят, слабенько. Подходим к памятнику Катлеревского. К Катлеремскому. Ну, тут более-менее освещенное. Я решила включиться. Людей, конечно, да. Остались в основном на набережной, наверное, местные. Отдыхающих уже маловато. Ну что, находимся мы уже во второй линии от моря. Вот это, кстати говоря, новый дом культуры. Новое здание. Здесь такие музыкальные репетиции проходят. Концерт, спектакли тоже. Приезжих даже. Труп. И здесь находится музей рыболовства. Да, посмотрите, людей, конечно, маловато. Город перешел более-менее в спячку. Будет зимний период до мая месяца, когда люди вечерами будут более пустынные такие. Ну, кстати, иду, так хвоя пахнет. После дождя такой свежий воздух. Ну, он уже тяжеловатый, влажный. Но запах хвои просто, я вам это уже передать не могу, обалденный. Мы проходим сейчас с вами отель «Алые паруса». Это один из самых лучших наших отелей города. И поднимаемся к зданию дачи Стамбуля. Ну что, находимся мы в парке счастья. Для меня этот парк остается до сих пор комсомольским. Кстати говоря, в 8 вечера на спортивных площадках людей уже нет. Очень удивительно. Город опустел. Ну, сейчас пройдемся мимо детской площадки. И на этом наш такой мини-экскурс, кусковой по городу подошел к концу, потому что везде тишина, спокойствие. Людей стало меньше. Жизнь стала размеренной. Просто течет, текет своим ходом. Перешли мы, как я говорю, с летнего периода на зимний. Зимой у нас людей поменьше, потому что он это крупный город. Арка горит впереди. Это ее еще устанавливали на юбилей 2025 лет, когда Феодосия была с одной основанием. До сих пор работает. Идем по аллеям по самому комсомольскому парку. Ну что, подошли мы к детскому парку, детской территории, где качели-карасели установлены. Ну, все мигает, работает. А людей все-таки уже маловато. Малые мам гуляют с детьми здесь, качают, катаются на каруселях. Ну, кто-то на качелях катается, но это уже подростки, кстати говоря, они маленькие детки. Такой бурной жизни, кстати. Как всегда, была куча детей, гвалты, криков здесь не видать и не слыхать. Новую, кстати, экспозицию установили. На осень вырожать тыкву или чего. И это я еще не видела. Солома, тыквы. Интересно. Вот такую арку установили. С какими-то цветами в горшках ее тоже, кстати говоря, здесь не было. На отличие части, которая была вот с той стороны, ее нет, ее убрали. Какие-то изменения все-таки в парке произошли. Еще вся какой-то генератор играет. Вон, Машу не видел. Набилу этой фигуры здесь, кстати говоря, не было. Везде выложили тыквы. Гляньте, по всем клумбам, по всем каким-то газончикам. Везде стоги сена и... О, счастье в тыкве. Я не знаю, почему счастье в тыкве. Ну, в тыкве так в тыкве. Пусть будет в тыкве. Вон. А вся сила в тыкве. Ой, это реклама тыквы. Гляньте их, сколько здесь. Дорога. Дорогая тыква к обеду. Гляньте, какую экспозицию сделали в парке счастья. Так что внутри мы с вами сюда завернули. Даже вот эта кровчучка, не кровчучка, а тележка, на которой возится цемент, там какой-нибудь песок, тоже разукрашена в осенние латы тыквы. Посмотрите, действительно, везде горы тыквы, везде сены, стога с тыквами. И вот такие экспозиции. Дорогая тыква к обеду с надписью. Вся тыква, вся сила в тыкве. Вот такие интересные надписи. Заяц с волком сидят в другом месте. Я с ними фоталась. И сидят они, не как ни на чем, а именно на тыкве. И, гляньте, урожай тыквы прямо в центре такой пересечения дорог. Установили, кстати говоря, пирата с попугаем на плече. Этой экспозиции не было, мы с вами не видели. А тут убрали худую бабу Ягу какую-то там такую. И кого там, умывальник, всех начальник, командир. И установили сову. Все дороги ведут к тыкве. Вот так вот. Кстати говоря, пингвины тоже тащатся от тыквы. Гляньте, какие довольные моськи. И все хотят только тыкву. Еще Бурашка наш. Тоже удивлен урожаем тыквы. Своебразную такую экспозицию сделали. Что тут написано. Вся правда в тыкве. Давно я не заходила в этот парк. Наш космик И.А. Тоже сидит и охраняет тыкву. Музыка эта, кстати говоря, предательская, как я говорю, играет. Везде, короче, экспозиции с тыквами. Ученого кроликов садили. Везде вазоны с тыквами. Это Виннипух. И Ослик И.А. Охраняет тыковку. Свой урожай собрал. Понятие за музыку. Ну, тут я включилась. Лучше тыква в руках, чем журавль в небе. Поговорки все попеределали. На лад. Смотри, там что там. Лучше тянется в руках, чем журавль в небе. Так, а тут лучше тыква в руках, чем журавль в небе. Установили каких-то мультяшных героев. Не залазить на них и к ним не подходить не будем. И здесь везде куча-куча тыквы. Тыквы время, потехе час. Вот такой экспозиции мы с вами сегодня погуляли. Даже злая чупакабра какая-то, зенелая такая, тоже обожает тыкву. Посмотрите, как это прикольно все выглядит. Везде гены крокодилы с тыквами тащатся. Шрек с осликом тоже обожает тыкву. Ну, короче, вот такая новая экспозиция в парке счастья. Новые фигуры попоявлялись. Старые какие-то убрались, какие-то просто попереместились и поменяли свое месторасположение. Но все-таки очень интересно и прикольно все сделано для деток. Он все-таки с детками кто-то гуляет, ездит на игрушечных. Ну, игра, симуляция езды на машине. Это кто-то, мастерикс или обеликс. Кстати, тоже сила в тыкве. Они не эликсир пили, а тыкву ели. Ну, панда, конфу, силу тоже берет тыкву. И гляньте, какая прикольная панточка лежит. В тыквах валяется. Собрала урожай и тащатся. Лисицы, бабулечки. Тоже собрали свой урожай. Ой, инопланетяне приехали захватить наш урожай тыквы. Ну, короче, тут тыквенное счастье, тыквенная сказка. Ну, решили так сделать осеннюю экспозицию. Значит, решили так. Это город дорог. Тут дети могут ездить на машинках и изучать правила дорожного движения. Улитка появилась. Ее, кстати, тоже не было. Ну, вон мы заканчиваем наше путешествие. И пора отправляться домой. Тут я тоже решила включиться. Тыква в тему голова. Сейчас осень. Урожай яблок, груш, винограда, айвы, да, и тыквы. Еще такая фигура. Наверное, какой-то лесной дух или кто это, старичок-боровичок. Тоже свой урожай нашел. И везде вот такие аллеи, дороги, арки. Очень интересно. Я тут не была очень давно. Но тут так классно сделали. Даже, наверное, лучше, чем все было, как раньше. Или это просто что-то новенькое. Все дороги ведут к тыкве. Одна тыква здесь, другая там. Так что по такой замечательной экспозиции мы с вами прогулялись. Ну что, дорогие друзья, наше небольшое путешествие по ночной Феодосии. Подошло к концу. Мы прогулялись по набережной, посмотрели, что там происходит. Посмотрели черепашек, прогулялись по фарту счастья из тыквы, которая сейчас состоит. Или в тыкве счастья. И довольно отправляемся домой. Всем пока-пока, до новых встреч.